Волсоу, вы празднуете его. Вот сегодня там празднуют, знаете как, с салютом на крыше. Так что празднуют Господу. Празднуют Господу. Ну, а мы с вами сегодня поговорим о том, где мы сейчас с вами находимся, в каком месте. Я думаю, что это будет очень, такое слово, глубокое, поэтому послушайте его внимательно. Мы с вами проходим войну, и вы знаете, что утверждение во всех церквях о том, что идет война. Я даже сама лично разговаривала с некоторыми пастырами, и так они не могут понять, что происходит. Я благодарна Богу, что Он нам открыл, что происходит. Мы знаем, где мы находимся, на каком месте. Хочется сказать, что Бог сказал, вы не во тьме, вы во свете. Вы должны знать время. И, наверное, это один из признаков, что мы во свете, раз Бог нам открывает это. Слава Богу. Итак, мои дорогие, вы знаете, что Бог призвал на гору меня. Но когда Бог призывает пастора, Он призывает свою церковь. Поэтому вся церковь пошла. И вот мы ровно год идем. С этим очень многое сопряжено, и наше оставление всего на этой земле. И это связано с много вещей, мы, которые уничтожили много вещей на этой земле. Отречения. Но я вам скажу, что мы дошли до определенного момента, и ощутилось, как бы остановились. И мы чувствовали, как мы остановились. Когда началась эта страшная война. Эта война за то, чтобы мы не зашли на вершину этой горы, куда призвал нас Господь. И вот я хочу вам рассказать, как сказал мне Господь, что это за война. Куда мы с вами вошли? Почему мы такое ощущаем? Вы знаете, что Господь сказал такие слова. Я говорю, Господь, потому что это Дух Божий говорил. Наклонил Он небеса и сошел. И мрак под ногами Его. Вы знаете, очень давно я задумалась над тем, что когда Моисей поднимался на гору Синайскую, то сказано, что на гору сошел Господь. В огне мрак и тьма. Вы знаете, что это очень удивительно. Для Бога, который является светом, и вдруг Он сходит на гору, и там мрак и тьма. И я все время над этим словом думала, но не могла понять, не было у меня ответа. Про Моисея также сказано, что Он вошел в эту мглу, тьму. Давайте мы с вами посмотрим. В этом слове тоже говорится, наклонил Он небеса и сошел. И мрак под ногами Его. Вы знаете, что всякое приближение Бога к земле вызывает противление со стороны темных сил, которые окутывают землю. А в том месте, где должно произойти вот эта встреча с Богом, или же соприкосновение Его с землей, особенно сгущается тьма. И образуется вот это густое облако мглы и мрака. Это не Господь. Это естественное противление вот этих темных сил, которые держат землю. У Исаии, 60-я глава, 1-2 стих, очень интересное место. Восстань, светись, Иерусалим! Ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобой, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над Тобою воссияет Господь, и слава Его явится над Тобою. Вы понимаете, это естественная реакция, противодействие. И, соответственно, той силе, с которой приходит Господь, и противодействует эта тьма. Его реальный приход к Господу, реальный приход, то есть физический приход, в огне и свете, вызвал обратную мглу и тьму. То есть, когда Господь спускался, поговорить с Моисеем и с народом Божьим, то гору окутал мрак. Вот это противление сгустилось на это место, где Бог должен сойти. И представьте себе, для того, чтобы войти в присутствие Божье, Моисею надо было войти куда сначала? Во мрак. Ему надо было пройти сквозь это, сквозь мглу вот эту. Посмотрите, как описано исход 20-21. И стал весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Бог наш не во мраке. Мы с вами очень хорошо знаем, что Он абсолютный свет. И что на небесах даже солнца не надо, потому что Он является светом. Мрак — это естественное противление. сгущается там, где должен прийти Господь. И Моисей действительно, для того, чтобы приблизиться к Богу, должен был пройти через этот мрак. И Моисей, реально, для того, чтобы приблизиться к Богу, он должен был пройти через этот мрак. Никто не знает, сколько времени он проходил эту тьму. Мы знаем только, что он 40 дней был на горе. И вы знаете, так как это было видимым образом, оно было настолько ужасным, ужасающим и страшным, что даже Моисей был в трепете. Посмотрите, как написано исход 32-1. С этим человеком, с Моисеем, который вывел нас с земли египетской, не знаем, что сделалось. Народ даже не знал, что сделалось, потому что он видел, что Моисей вошел в этот мрак. Мои дорогие, сейчас к Богу, вот где он сходит в большой силе, не пробраться, если не пройти, вот эту мглу и мрак, которые противятся тому, чтобы мы прошли. Но я говорю о реальных отношениях, как были у Моисея реальные отношения. Я не говорю о том, что есть другие отношения в Духе. Есть отношения, когда ты приближаешься в Духе, молишься, верой, уходишь в небеса. Верой пребываешь в Святом Святых. Там противления нет. Я говорю о других отношениях. Когда Господь сходит сюда. На землю, как Он говорит, иду. Когда встреча должна состояться очень реально. Когда должна быть очень реальная сила. Тогда восстает вот это зло на земле. То есть, там, где должно это состояться. Это сгусток злой энергии приходит на войну в то место. И будет воевать именно с теми, кто стоит в проломе. Кто призван на гору, и кто туда войдет. Он войдет в первую очередь в эту тьму. Итак, сильнейшее противление и противодействие, которые ощущают те, кто стоит в проломе, это естественно. Это естественно, понимаете? Это там гла, про которую говорится. Призванные войти на гору, теперь уже только не на Синай, а на Сион. Во славу грядущего Бога так и войдут. Сначала во тьму. У Исаии очень написано чудесно в 60-м стихе. Еще раз прочтем. Восстань, светись, Иерусалим. Ибо пришел свет твой. И слава Господня взошла над тобой. И слава Господня взошла над тобой. Обратите внимание, слава Господня взошла над тобой. Появилась. И тут же что происходит? Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы. И сказано, а над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобою. Не сказано, что уже явилась. То есть, вот эту мглу надо пройти. Явится. Ибо сияет. Даже в этом стихе сказано все, что мы с вами проходим. Сначала призыв встань. Потому что пришло время. И тут же пошло противление тьмой. И пройдя эту тьму, мы восхитим. Вы знаете, что за всю историю существования земли не только что прошла, но и будет. На землю сойдет дважды. Слава Богу, реально. Я не буду считать тысячелетнее царство. Однажды это явление уже было на Синай. Реально Бог явил себя. И второй раз это на гору Сион. Если гора Синай была горой осязаемой, то Синай, Сион, это гора неосязаемая. Это церковь. Избранный народ Божий. Бог называет их Сион. Бог называет их Сион. Тех, кого Он призвал на свою гору. То есть тех, кого Он к себе приблизил, кого Он избрал для этой цели, Сион. И приход на Сион в пылающем огне во мраке и буре будет. Так же, как и на Синай. Ужасным было зрелище. Что не только весь народ, но и сам Моисей трепетал. Посмотрите, как описано. Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просились, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедовано было. Если и зверь прикоснется горе, будет побит камнями. Или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Это был первый его приход такой. Я думаю, что те, которые стоят в проломе, не раз могли сказать, я в страхе и трепете. мы ощутили осязаемую тьму, в которую вошли. Итак, если это было первое, и Господь говорит, потрясение земли произошло, то второе будет, какое потрясение для земли. Смотрите, как описано, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Вы понимаете, тогда была поколеблема только земля, и это был ужас у человека. Вы видите, тогда только земля была поколеблена, и люди были ужасны. Но это говорит, что не только земля будет поколеблена, но и небо. Итак, второй раз сошествие славы Божьей на гору Синаи будет также потрясением. Для земли к чему мы приступили? Но вы приступили к горе Сиону как граду Бога Живого к Небесному Иерусалиму и Тьмам Ангелам к Торжествующему Собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах и к Судьи всех Богу и к Духам Праведников достигших совершенства и к Ходатаю Нового Завета Иисуса и к Кровикропления говорящие лучше нежели Авелева Вы представляете мы не к горе приступили вы представляете к чему мы приступили и это все называется Синай Сион И насколько больше первого будет вот это явление Бога настолько будет сильнее противление и потрясение понимаете Агей очень интересное место говорится здесь Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз и это будет скоро я потрясу небо и землю море и сушу и потрясу все народы и придет желаемый всеми народами и наполню дом сей славою говорит Господь Саваоф мое серебро и мое золото говорит Господь Саваоф слава сего последнего храма будет больше нежели прежнего говорит Господь Саваоф и на месте сем я дам мир говорит Господь Саваоф вы знаете это место было написано для нас оно для последнего времени было дано вообще если вы прочитаете всего его это все для нас но это слово тоже просто удивительно но это просто прекрасно слово каждое сказанное предложение заканчивается утверждением говорит Господь Саваоф вы заметили он не то что один раз сказал говорит Господь Саваоф там в конце или в начале каждое предложение утверждалось кто это говорит почему Господь говорит Господь Саваоф что такое Саваоф мы с вами знаем что на иврите это Сава то есть армия это значит Господь воинства кто утверждает эти слова Господь воинства если он говорит Господь воинства что он под этим подразумевает догадайтесь что будет война иначе бы он пришел как вездесущий как всемогущий как угодно но он говорит Господь Саваоф то есть все что будет происходить и о чем Бог нам обитует будет через войну даваться он открывает нам этим именем что второй приход на землю в реальной силе в реальной славе будет через войну реальную которая потрясет и небо и землю и море и сушу прежде чем все осуществит теперь посмотрим поподробнее в первую очередь война потрясет небо сказано и землю что значит потрясет небо то есть потрясет силы тьмы это не небеса это небо и когда он потрясет небо то есть темные силы что сейчас мы с вами знаем происходят естественно это отразится на земле то есть в первую очередь это отразится на народе божьем вот оно идет это все выразится в духовную войну между народом божьим и древним змеем будут потрясены ад и смерть когда говорится море и сушу то есть что это значит мы с вами уже знаем что такое море правда это ад и смерть произойдет великое высвобождение пленных господь потрясет и поколеблет власть ада и смерти над живущими еще над теми кто попал в их плен а суша и суша получит высвобождение что такое суша обычно сушей называют это берега моря то есть те пределы земли которые море омывает подходит то есть оказывает свое влияние имеет право даже не имея прав оказывает свое влияние в духовном смысле хочу сказать там где пределы свои расширяет не имея прав морские волны выходя за пределы своей власти суша это дети божьи попавшие под влияние морских волн вы знаете что господь ограничил надменные волны моря господь положил им границу и запретил переходить но отчасти он заливает иногда вот как Иов описывает 38 8 8 8 11 кто затворил море воротами когда оно исторгалось вышло как бы из чрева когда и облака сделал одежду его и мглу пленами его и утвердил ему мое определение и поставил запоры и ворота и сказал доселе дойдешь и не перейдешь и здесь предел надменным волнам твоим речь идет конечно не о простом море хотя физически оно выглядит именно так но духовный смысл море это область владения дьяволом и Господь затворил его воротами и поставил пределы однако берега суши часто заливаются надменными волнами и у носит с собой тех которые попались далее говорится и потрясу все народы то есть духовная война она отразится всех живущих на земле приближение Бога к земле всегда выражается восстанием тьмы слава Господня взошла над тобою ибо вот тьма покрывает землю и мрак народы то что мы с вами я думаю видим глазами своими правда итак мои дорогие реальное сошествие славы Бога на землю во второй раз произойдет гораздо большим потрясением на земле чем первый раз поэтому многие церкви сейчас на земле говорят что такого не помнят такой войны не видели многие церкви потерялись потому что не поняли что это война Давид Вилкерсон пишет что ему посылается очень много писем с разных церквей с недумением что происходит Господь идет Господь идет тьма восстала те которые не готовы войти и пройти сквозь тьму будут ею поглощены почему Господь нас все время готовил и готовит вы знаете мои дорогие что можно войти в эту тьму и по ней кружиться ходить всю жизнь никогда не выйти вы знаете Рик Джойнер очень хороший пример привел он сказал что если летчик залетает в тучи он теряет ориентир если он не будет смотреть на приборы и будет доверять своим чувствам он сбивается с курса могут быть аварии поэтому им просто приказано никогда не ориентируется по своим чувствам когда мы входим во тьму у нас начинается ориентир по нашим чувствам мы теряемся шли прямо знали цель видели шли вдруг вошли во тьму сразу может Бог нас оставил может мы не так идем а может мы ошиблись а мы заблудились и начинаем метаться нет мои дорогие не доверяйте чувствам мы выйдем из этой тьмы только в том случае если будем так же целенаправленно идти и так мои дорогие этой тьмой сражается с нами враг чтобы мы не вошли не взошли на высоту на эту реальную встречу с Богом как сказано слава Сиона должна быть настолько великой какой еще не видела земля даже во времена Иисуса Христа и апостолов сам Иисус сказал об этом Он сказал что вы больше дел совершите чем я больше потому что я иду к Отцу не потому что мы будем больше Иисуса Христа но потому что Он идет к Отцу и оттуда сойдет слава Его слава сего последнего храма будет больше нежели прежнего говорит Господь Сава кто такой храм строить будем мы храм Бога живого и те которые выстроили храм Богу живому он получит славу больше чем слава соломоновского храма потому что на нем будет пребывать слава Бога во всей полноте естественно что и противление сил тьмы будет с таким храмом воевать яростно воевать чем когда-либо земля помнит все сгусток всей злой энергии пойдет против этого храма устоять можно только с Богом только в его правде только в его свете потому что тьма умеет воевать не волнуйтесь я имею опыт что она умеет воевать и те кто призван на гору Синай они обязательно сначала войдут в эту тьму но надо все-таки помнить что эту войну ведет кто Господь Саваоф мы только должны не сбиваться с курса Господь Саваоф сделает это все Он осуществит эту победу Он осуществит высвобождение Он потрясет землю Сказано что война окончится победой народа Божьего Значит что от нас зависит оставаться народом Божьим понимаете остаться народом Божьим это зависит от нас и это то за что воюет враг чтобы вас оттуда как раз-то и вывести и отделить и погубить оттуда люди Бога для вывести от людей и вывести Продолжение следует...